С 19-го съезда Единой России вернулась делегация Чувашии переформатирование работы партии в соответствии с электоральными задачами предстоящих выборов 2020-2021 годов стала главной темой. В числе основных решений обновление программы партии, создание шести рабочих групп Генсовета, запуск правозащитного центра, кадровая ротация. В качестве главного ориентира для партии президент Владимир Путин назвал мнение людей о текущей ситуации, о динамике позитивных изменений во всех сферах. Главное в работе партии быть вместе с людьми. Досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать это незамедлительно. Помогать, объяснять, защищать. Только так в ежедневном режиме общения с людьми вы будете укреплять свою несостоятельность. Дело вниманием, заботой о гражданах будет доказывать свое лидерство. Единая Россия на предстоящих выборах должна показать лучшие результаты, сохранить политическое лидерство в стране, отметил в своем выступлении председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. Он лично возглавит комиссию по подготовке новой партийной программы. В каждом регионе должна быть своя команда из местных лидеров и экспертов, которая будет координировать работу. На съезде решено создать шесть рабочих групп по кадровой политике, по реализации национальных проектов, по поддержке гражданского общества, по поддержке молодежных инициатив, а также по повышению удобства взаимодействия с партией. Касаясь съезда дальнейших стратегических направлений, конечно, можно сказать, это уже старт по выборам Государственного Дома Российской Федерации в 2021 году. Поэтому обновление определенное будет в составах органов управления политической партии «Единая Россия». Какие вводные будут данные, какие решения будут приняты, конечно, мы будем претворять в реальной жизни. У жителей Чувашской республики доверие к политической партии «Единой России» достойное, высокое, как никогда. Форма общения с народом через общественные приемные Дмитрия Анатольевича Медведева показали, что они очень эффективны, востребованы, но требует модернизации, чтобы человек, обратясь туда, мог получить информацию не просто по личному вопросу, но по тому, как развивается район, республика, город, подъезд, примерно как МФЦ. Вот такие же функции хотим наделить общественные приемные. Цифровизация на службе электората. В партийной приемной в Чувашии намерены максимально использовать интерактивные возможности современных гаджетов. Будут установлены интересные интерактивные приложения. И в цифровом формате, заходя в приемную, можно будет узнать о всех национальных проектах, которые реализуются в республике, в стране. Можно будет узнать информацию о каждом депутате. Более того, даже можно будет оставить заявление в партию, если будет желание вступить туда. И помимо этого, мы будем работать, мне кажется, чуть ближе и интереснее. Разрабатывается также мобильное приложение общественных приемных. Идею создания правозащитного центра делегаты от Чувашии тоже поддержали. Больше того, работа в этом направлении уже ведется. Во многих общественных приемных, то есть у нас в Чувашской республике, мы эту форму практиковали. У нас действует юридическая клиника, есть партнерские отношения с союзом юристов. А теперь это все перейдет в постоянный режим работы и это партнерство будет на постоянной основе. И как нельзя уместны в этом контексте слова президента Путина о том, что задача правящей партии не править, а служить людям. Родион Архипов, Борис Андреев, Республика.